Итак, домашнее задание. Какой у нас был в прошлый раз навык? Сперва стараться понять другого. Кто пробовал его практиковать? И как? Как получалось, не получалось? Какой опыт? Какие ощущения? Сможно. Сможно, да? И все по сторонам. И все по сторонам. Ну, вот это действительно, вот этот навык компетии – это такой очень важный навык. На самом деле, его относят к одному из навыков, которые входит в категорию и национальным аспектам. Это одна из таких модных тем последних пяти лет. То, что называется IQ, а EQ – emotional quotient. И это на Западе, по крайней мере, у нас тут на Руси там агона, как всегда. А на Западе вот эти показатели эмоционального интеллекта, они считаются одним из более важных качеств руководителей, которые включают в себя навыки, скажем, как раз эти самые осознанности, то есть навыки осознания своих собственных эмоций, умения контролировать себя. И одно из, что там еще было, только у Голлимана, тоже семьярный актен провести будет. И один из навыков – это навык эмпатии, умение слушать. Именно умение, и под этим навыком стоит желание слушать. Не просто умение, но еще и желание слушать. Так, значит, по-старому, да, все идет. У кого получалось поднимите руки немножечко? Получается. Хорошо, это чуть-чуть. Это здорово, потому что все чуть-чуть, они вот один чуть-чуть, другой чуть-чуть, и потихонечку переходят в привычный навык. Он не всегда уместен от навыков эмпатического слушания, но зачастую, да, во многих ситуациях умение слушать – это очень важная вещь, очень важная вещь. Хорошо, мы движемся дальше. Итак, мы сегодня завершаем рассмотрение семи навыков высокоэффективных людей, и рассматриваем сегодня последний навык парадигной взаимозависимости, а именно достигаетесь энергии. И внешний охватывающий навык, седьмой навык, который звучит – это навык самообновения, или же, который условно называется «затачивайте пилу». Итак, вначале мы начинали с установки на взаимный выигрыш, на обоимный выигрыш. То есть с самого начала мы, для того чтобы эффективно, безличностным взаимодействием, мы должны искать выигрыши друг на другу. И это возможно только при условии, что мы самостоятельно стоим на ногах, независимым друг от друга, не связанным друг с другом. То есть действительно, что мы можем что-то отдавать, чтобы получить что-то лучшее из взаимодействий. И первый навык – это сам по себе настрой. Настрой взаимовыигрыша. Нет, выиграешь, проигрыш – не я выигрываю, ты проигрываешь, и не я проигрываю, ты выигрываешь. А именно навык взаимовыигрыша. В этом мы говорили про не только двойной выигрыш, но мы говорили про тройной выигрыш, когда выигрывает не только я, выигрывает не только ты, но выигрывает все. Выигрывает вся система. Это что-то, что, может быть, мы будем рассматривать, если живем. Мы обсудим это. Если мы будем изучать спиральную динамику. Это тоже один из последних четырех сезонов, в общем, заодно и сезон последних пяти-десяти лет. Она связана с практическими ценностями в жизни людей. Интересная модель. И таким образом, это четвертый навык. Следующий – когда у нас есть сам по себе настрой. В общем, да, мы говорили, что есть тройной выигрыш, когда реально выиграют все, вообще все окружающие. Это такая глобальная штука, которая требует очень высокого уровня. Она на духовном развитии даже. И следующий, когда такой настрой на взаимный, по крайней мере, выигрыш есть, то следующий навык, который приходит – это сперва стремиться понять другого человека. Потому что, как правило, понять себя… Ну, предполагается, что если мы овладели первыми двумя навыками, то понять себя сами это можем. То есть, значит, что у нас есть какие-то цели, мы сами понимаем, что делаем. И тогда, поскольку себя мы уже и так понимаем, то очень важно понять, что с другой такой, что там с ним. Потому что как мы можем строить отношения, если мы не понимаем человека, не понимаем тот мир, в котором мы живем. Поэтому следующий навык – это стремение понять. И в своей коммуникации, в общении с другим человеком очень важно, то есть первое – действительно стремиться понять, второе – делать что-то для того, чтобы понять, то есть вопросы задавать и слушать, и действительно вопросы задавать, переспрашивать. И третье – это давать человеку обратную связь, чтобы он понял, что вы его поняли. То есть реагировать таким образом, чтобы он мог понять, что вы его поняли. И это будет основой для построения отношений. И когда вот это все есть, то следующий навык, который приходит – это навык синергии. Что такое синергия? Семергия – это вот чего. Вот так. Это один плюс один равняется четыре. Откуда эти четыре являются? На самом деле, может, не четыре, это может быть десять и сто и миллионы, сколько угодно. Потому что, смотрите, что у нас есть. У нас есть одна личность, есть другая личность. Вот, если это два человека, если больше, то больше. И если это зревые личности, и если между ними устанавливаются взаимоотношения, то вот эти взаимоотношения, то эти взаимоотношения, они дают очень-очень-очень много. А вот они дают как раз этот приветствор, который дают и четыре, и пять, и миллион. Потому что когда появляется рапорт между двумя людьми, когда появляется доверие, и появляется взаимоотношения, то эти взаимоотношения, они очень-очень много значат. Существует они значат даже еще больше, чем отдельные сами люди. То есть это очень большая ценность. Поэтому отсюда это и берется, когда… То есть один плюс один равняется больше, чем два. Вот. Вот это вот и есть синергия. То есть, другими словами, когда мы оба хотим… Мы хотим получить какой-то интересный результат, да. Не то чтобы было «по-моему я упёрся рогами», не то чтобы было «по-твоему ты упёрся рогами», а пускай будет как-нибудь по третьему даже. И это будет что-то такое вот совсем новое, творческое. То есть вот этот вот навык искать синергии, это творческий навык, он очень креативен сам по себе. А с одной стороны, в этом есть… Кто-то может сказать, что он в каком-то смысле противоречит, расходится, что ли, со вторым навыком. Когда мы… Второй навык, это означает начинать в виде конечной цели, когда у нас есть некая конечная цель. И потому что, когда включается синергия, то может получиться, что из этого взаимодействия будет что-то вообще непонятное, что-то совсем новое может родиться, то есть такое вообще необычное. Но… То есть для этого требуется смелость и открытость, да, открытость, поиск нового. То есть это как раз уже ближе к этому седьмому навыку, навыку саморазвития туда подходит. То есть это действительно возможность развиваться, возможность что-то открывать для себя, открывать для других. Поэтому это такой очень хитрый навык. Но классный, естественно. Вопросы пока есть? Он приоритетнее? Он приоритетнее, чем для второй навыки? Как получается? Он строится на второй навыке. То есть это означает, что мы ставим определенные цели, у нас есть принцип личного… Второй навык – это принцип личного видения. Но здесь идет то, что мы можем… Наши линии открыты, да? Если мы основываемся не на каких-то конкретных фактических, но если мы основываемся на принципах, то наше видение может быть расшириться, еще какие-то вещи. Вот это все и происходит на этом понятии, что мы открыты к росту, открыты к переменам. Бог его знает, что там получится. Но это такое увлекательное… Жизнь превращается в увлекательное приключение. Но для этого, опять-таки, нужно иметь достаточно уверенность в себе, и нужно быть самостоятельным, и нужно уметь строить взаимоотношения. Тогда могут быть интересные, интригиальные решения. А кто мог бы привести примеры эросинергии? Какие-то вокруг вас. Ну, сами у меня там… Вообще, это женщина, получается, еще третий ребят. Да, получается, не только третий, четвертый, пятый. Я сейчас говорю, сколько у вас. Вот, то есть, да. Сами есть. Да, то есть, окей, да. Еще такие примеры есть. Какие еще могут примеры эросинергии? Ну, когда разные специалисты собираются, и над каким-нибудь проектом работают, получается, что-то, может быть, что в конце, ну, что вначале не виделось. Угу. Часто приводят пример слепого и хромого, да? То есть, когда, ну, им нужно было куда-то идти, и, соответственно, слепой не видел, куда идти, а хромой и ходить не мог. Поэтому они еще не скопировались, и хромой сел на плечник слепого, и они вместе зашли туда, куда нужно. Хотя сами поделись, и они там бы остались. Угу. Еще что-то? Ну, ладно. Ну, наверное, вот, со вторым навыком, если, например, ставить свою цель не просто конкретную цель, а определяя какие-то концепты, ну, какие-то вот значимые, то, что для этого своими конечными мнениями, то вот синергия, как бы, она действительно углубит, и, главное, просто сохранит эти концепты, тот момент, который, вот, изначально чего-то, в целом. Да. В этом идее, в том, что, в том, что, в этом новом решении, в третьем решении, там будет и твое, и мое, и еще что-то, и еще там. Ну, так, любая программа, например, там, если строится, разрабатывается какой-нибудь проект, то, изначально пишется, что рабочий, вот, мы хотим достижать этого, это, это, а потом собирается, там, поселим, и дальше легко определяем. На каждой профессионной управлении, то, учитывая все рамки, которые будут поставлены, прям на лучшем проекту. Хорошо. Как, например, этот центр возник совершенно непредсказуемым образом, вообще непонятно. То есть, вот, он возник совершенно, вот такой, он есть, такой мистический есть, какой-нибудь такой бестеприимный, он такой. Причем, вот, возник в результате взаимодействия фонда ветеранов военной разведки и защиты. Вот. Очень странная организация. Московское общесознание Кришны. Да? Это синергия. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ёмор. То есть, вот получилось вот такое, что такое, не понимаю. Ну, да что здесь происходит вообще? Не имеет никакого отношения зачастую ни к общесознаниям Кришниками. Тем более к фонду ветерановой разведки. Вот ни на то похожи, ни на это не похожи. Хе-хе. Что-то совсем третье. Всякие-всякие чудеса происходят здесь. так что это стоит загружено то что семья где-то не компромисс компромис когда когда два человека сходится и они не то есть в результате этого они не могут договориться результате это получается некое промежуточное решение которое на самом деле не эффективно чем править и чем каждый поделись ну так они как то вместе то есть на уровне синергии мы ценим различие друг друга на уровне компромисс мы терпим различие в этом разница и опять-таки к синергии способны только независимые самостоятельные люди люди независимые самостоятельные люди которые сами стоят ногах то есть которые умеют строить взаимоотношения если есть если человек не стану на ноги и будет очень сложно строить отношения с ним будет очень потому что он сам он сам не понял кто он такой он сам не понял что он что что он из себя представляет а если и непонятно кто то с тобой невозможно построить отношения никакие поэтому для того чтобы строить отношения нужно зрелость все вот эти вот так проявления обиды еще чего-то такое какие-то вот эти все внутренние зрелости поэтому для того чтобы строить глубокие отношения человек должен быть самостоятельно то что он сможет отдавать отношения через что мы отдаем эту любовь а если я еще сам меньше самому нужно то есть если я еще маленький ну маленький ребенок нужен он берет потребитель потому что он растет вот если мы в чем-то не выросли там физическом там социальном национальном то мы будем готовы к построению отношений а если у нас нет отношений доверите не хранить то тогда ничего то есть мы будем сдерживаться то есть мы буду вот этим своим потребительским фактором будем сдерживать на контракте на возможные результаты взаимодействия как люди практически нет на сто процентов только ну понятно что у нас отношение даже в чем-то не не то что мы у нас отношение вообще с кем-то это навыки потоками то насколько мы насколько мы зрели и нас от назови в той или на ситуации до мы можем и находить синергетическое решение. Если не очень, то он не очень. Или если уровень взаимоотношения низкий, национальный банковский счет, он на него денежку мало, тогда тоже не получится. Деревемся дальше? Интересный пример синергии. Это гусиный клин. Гусиный клин, интересная вещь в том, что он движется, скорость движения гусиного пена на 71% выше, чем отдельно взятого гусяня. И там есть много интересных синергетических факторов. Первая из них заключается в том, что вот эта вот скорость больше, потому что когда гусиный клин, то там же создаются определенные воздушные потоки, которые облегчают движение остальным гусям. Поэтому средняя скорость движения стаи, она выше, чем скорость движения отдельного гуся. То есть там легче двигаться, легче лететь получается. Вторая, еще один интересный фактор, то что вот эти вот самые лидер, да, и когда лидер устает, там правила такие вот. Перемещается конец, хвост и другой, то есть другой гусь, там следующий по очереди, кто там по расписанию, по штрафному расписанию, он становится лидером. Что значит, да, и причем, значит, там с этим реально получается, что если какой-то гусь выбивается из этого, то, ну, значит, тяжелее лететь, он потом обратно стоит. Потом еще какие-то интересные правила есть. Если какой-то гусь он ослабевает, то он остает. То есть он там садится или там ранен, или что-то там с ним происходит, или заболевает. То есть с ним еще два гуся садится. И, в общем, какие-то образы его там ждут. И потом они, или же, если есть возможность, или же они нагоняют эту старую, или же они формируют свою, новую, или пять клинок дальше летят. То есть там есть много очень интересных вот этих вот таких семирогенических правил. Поэтому сам по себе вот эта вот, вот эта команда, вот этот гусиный клин, это нечто более высокое, чем просто коллекция отдельно взятых гусей. Поэтому это такой канонный лук. И на самом деле это действительно так. Я помню вам свой опыт туризма. Я в реводном туризме занимался все время. Когда люди самостоятельные, зрелые, когда люди, в принципе, сами могут все, то интересная вещь получается, то есть вот это вот ощущение команды, совершенно, совершенно потрясающе. Когда, то есть все и так понятно без слов, вот, когда, там, не знаю, или там, если там уплоте, то я уже на катамаране, или даже там несколько чего-то, то совершенно, совершенно удивительное ощущение. Потому что вот эта вот команда остается каким-то таким единым организмом. Причем, вот как вот с ситуацией с гусями, там не так важно, кто лидер. Потому что все, есть много компетентов людей, кто-то просто, ну, кому-то просто диригируют функции лидера. Ну, просто, кто-то должен быть лидером вообще, ну, чтобы все познакомились и все делали. И, совершенно, совершенно потрясающе, замечательные чувства. К сожалению, не так часто оно реализуется в коллективе. Ну, у меня есть воспоминания, по крайней мере, с тех времен. Но там, да, там ситуация такая, то, что, если поход где-то, если, да, то, если, да, то, если это так, оно не будет, то там вот все, на этом, где-нибудь серединке и закончится. То есть, день, там, кранты просто наступят и все. То есть, там просто все погибнут. Поэтому, там по-другому нельзя. Интересно то, что вообще и в жизни по-другому нельзя. Но почему-то просто этот фактор не осознается. То есть, тут такой расслабленный. Там понятно, а тут очень понятно. Ну, в общем, так оно и есть. Какие-нибудь еще примеры с энергии жизни были? Да. И тоже из животного мира. Мы когда-то давно еще держали крыс домашних двух. И когда-нибудь появились дети, ну, буквально, где-то, 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 где-то прошло, эти дети, родители-то это не заказывались, а дети вместе наваливались на решетку, понимали, а кто-то держал, вылазили. То есть, там вообще убить не начало. Ну, классно. Командная работа. Ну, да. Это, наверное, примеры, может быть не то, чтобы взаимозависимости для концепта, но если бы они не были, то, что они не были, то, что они не были. То есть, если бы их не было, они выбрали. Если бы этих не было, то им бы не было бы защищаться от более каких-то таких сильных приемов. Ну, да. Это, наверное, примеры, может быть не то, чтобы взаимозависимости для концепта, это, наверное, скорее примеры зависимости получаются, как мне это кажется. Ну, они, один, один, один добавят много сразу. То есть, там такой монстр, животный, получается. Угу. 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 Еще какие примеры есть? Угу. 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 Угу, у у logo. Угу. Угу. Теперь эта ситуация, когда мы ценим различий. Теперь есть понятие негативной синергии, когда один плюс один, ну, вот, типа компромисса, или там получается еще меньше единицы, это когда мы пытаемся наоборот всех, вот, под одного ребенка, втичать. Я хочу историю, сказку прочитать маленькую. Классную. Как-то, а, иллюстрация примера негативной синергии. Как-то раз животные решили, что должны сделать что-то героическое, несчастливый вклад в решение острых проблем нового времени и организовали школу. Они внесли учебный план – бег, лазание, плавание и летание. Чтобы было проще руководить учебным процессом, все животные должны были обучаться всем предметам. Лодка была отличницей по плаванию. И в действительности это не получалось даже лучше, чем у инструктора. И получала пятерки по летанию, но у нее очень плохо в следе дела с бегом. Поскольку она отставала по бегу, ей приходилось оставаться после уроков и даже практиковать бег за счет плавания. Это продолжалось до тех пор, что пока ее перепончатые лапки не сносились настолько, что даже по плаванию она стала получать тройки. Но посредственно школе было приемлемо, и поэтому никто, кроме лодки, об этом не беспокоился. Кроник начал четверть случаев всех побегов, но из-за проблем с плаванием он заработал себе нервные истощения. Беркард превосходно лазила до тех пор, пока не расчаровалась во всем, но урок по летанию. Деревый учитель заставлял ее взлетать с земли вместо верхушки дерева. Она также заработала себе крыжу от перенапряжения, получила три по лазанию и два по бегу. Али Роу был проблемным ребенком, и к нему приходилось принимать суровые дисциплинарные меры. По лазанию он пробивал всех, что касалось зарезания на дерево, но он настаивал на том, чтобы делать это каким-то своим способом. В конце года лучшим оказался ненормальный уголь, который умел исключительно хорошо плавать, кроме этого мог бегать, лазать и немного летать. И таким образом он правил лучший средний бал. Сослики в школу не пошли и стали бороться с образовательными налогами, поскольку администрация не добавила в общебный план рейтилдора тоннелей. Они отдали своих детей учиться к бурсуку, а затем скооперировали с турками и кротами, и начали преуспевающую частную школу. Пример негативный синергии. Хорошо. Все немножко по синергии. То, что синергия предполагает, и то, что она отрицает. Первое – это синергия, второе – это компромисс. То есть ценить различия, работать в команде, открытости, поиск новых и лучших путей. Синергия отрицает. Терпеть различия, работать независимо, считать, что ты всегда прав, и компромисс. Фонд рецепт. Рецепт. Продолжение следует... 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 то есть у кого получается, Юра, давайте, Рю, вот, соответственно, а, да, да, пожалуйста, вот присаживайтесь друг на против друга, и я не знаю, что из этого получится, может, ничего не получится, вот, соответственно, Маша, можно кричать мужа, а не мужа, можно кричать, еще, извините, Маша, хорошо, так, соответственно, вот у нас есть тема, у нас есть цель, цель найти какое-то третье альтернативное решение, то есть ситуации, когда, да, вот, есть семья, есть женщина, есть муж и жена, и у них вот такие противоположные по началу точки зрения, и, ну, жить как надо все равно, поэтому, поэтому нужно найти какое-то синергетическое решение, какую-то третью альтернативу. Общие правила, они вот уже были, озвучены. Первое, действительно, вопрос, Алла, готовы ли вы к поиску третьего, лучшего какого-то решения, которое, может быть, прибыль даже не знаете сейчас? Юра, готовы ли вы к поиску третьего, лучшего решения, которое мы в плане прибыль будет? Да. Хорошо. Первое, условие на другом. Теперь, значит, второй, вторая вещь, это второе правило. Теперь, кто-то должен быть первым, кто-то должен быть вторым, и нужно, то есть, один человек, он высказывает с его точки зрения, обоснованно, почему это важно с его точки зрения, и другой должен выслушать, действительно, стараясь понять и давать человеку обратную связь. И он выслушивает его и как-то пересказывает, возвращает, дает обратную связь до тех пор, пока первый не почувствует полного творения, что да, его поняли интеллектуально, первое, чем он занимается, стараемся понять. То есть, мы пока еще не ищем никакого решения, а просто стараемся понять. То есть, в одну сторону и в другую сторону. И третий, Гроша будет, когда мы будем искать симметрические какие-то решения. Гроша будет в дискуссии? Нет, нет, не в дискуссии. Один выслушивает до конца второго, и до полного его... Ну, не, 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 никакой отземки. То есть, никакой. Он должен эмпатически слушать, да, то есть, он должен выслушать другого человека, и тот должен почувствовать до полного, он должен почувствовать, что его поняли и выполнен. И наоборот. Потом в обратную сторону. Пока нет никакой оценки, никакой оценки, чтобы просто понять другого. И в этом нужно стремиться понять другого. Хорошо? Так, кто будет? Кто будет первый? Говорит, то будет... Давайте. Просим. Выходите, первый спросите. Да, давайте. То есть, я говорю своё мнение, почему? Да, 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 ты всегда выявил, значит, тыс. Я не считаю, что должна, если женщина хочет работать, то она имеет на это право. Вот. Я бы, по-моему, поскольку когда жизнь крутится только дома, между мужем и детьми, то что не образительно. То есть, все это надо передать, и хочется очень много, вообще просто себя проявить, алякка. Ну, и как делать. То есть, нам тогда стало с тобой? Нет, 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 нет. Если вы сейчас, ну, на фразу на 15 минут, он не сможет, то есть, по кусочкам обучить. То есть, вы хотите сказать, что женщине нужно что-то постоянно испытывать какие-то новые ощущения, да, и дома семья, она не даёт испытывать какие-то новые ощущения, что это можно найти где-то на стороне, да? Ну, так на стороне, конечно, круто случилось. То есть, Юра, вот, я вот тоже комитет, потому что я хочу, что у вас получилось. То есть, вы с чем должны быть, не только интеллектуально, а еще эмоционально. То есть, вы почувствуете, что его не было. Да, то есть, надо понять другого. Ага, давайте. То есть, Алла, она говорит до тех пор, пока она не почувствует, потому что не может быть, что ей будет. Так, значит, получается, что семья, семья не даёт… Мы должны на неё смотреть, потому что у неё что-то наверняка на глазах написали. То есть, правильно. Известная вещь, что есть, по-моему, вербальные коммуникации, еще куча невербальные. Поэтому, если вы хотите считать эмоции, еще что-то такое, то можно смотреть на собеседника как-то. Можно, может, и периферийным зрением, но не все равно смотреть. Что-то получается, что в семье нет разнообразий, нет никаких… Нет ничего нового, да? То есть, вы так чувствуете, что семья – это что-то такое, что не даёт новых ощущений. Это правильно помню? Я просто понимаю. что-то, конечно, даёт. Но даёт, конечно, семья ощущения, но просто у него не так интересен, но очень интересно, что-то всего интересно происходит. И замыкаются только в данной точке, но хотелось бы сделать для себя кредит, и идти и раздействовать в данной семье. Просто мне интересно. Хочется общения. То есть, если я правильно понял, что хочется общения, хочется новых ощущений, нового… Хочется попробовать себя в каких-то новых делах, и в семье этого недостаточно. Вопрос, да? Если мыattformoттый, то и вы хотите понять… Только действительно желание понять. Я так вот просто разобраться, что какие-то другие возможности… что вы что вы имеете ввиду под каким-то подразнообразием желанием найти себя какие-то там цела мне просто интересно общение с другими людьми на интерес то есть какие-то создаваются ситуации в которые ты думаешь смогу-не смогу справиться не справиться то есть буквально не так сказать потому что я не чувствую не парень не справиться и я считаю что женщина если это проводит только не так женщина нужно реализоваться в какой-то деятельности это должно быть внешней деятельности что-то новое новое решение новое занятие просто вот может это быть в семье конечно но вы знаете женщина вообще в жизни не существует не могут и дома но могут и ваше то есть получается что женщина может работать дома она может уделять время своей семье но когда-нибудь она может там еще немножечко работать то есть она не должна получается она не должна все время освещать работе да то есть она может она может быть часть времени семьи а часть времени работы то есть получается что не обязательно быть только женщиной работник не зацикленная семья на пути она более интересна своим мужем более интересным детям потому что она может помочь потом когда они будут строить свою карьеру то есть она становится нужной в семье да а как вот с общением разве не может быть у нее общение например внутри семьи внутри друзей семьи да то есть с друзьями которые то есть не обязательно это общение только с коллегами да да и кто умеет конечно может ли она реализоваться где-то кто кого пытается понять я понимаю что это более реальная ситуация я бы сейчас хотел просто чистой модельную игровую проводить сперва в одну сторону до конца а потом в другую ну так просто разделить я понимаю что в жизни надо очень сложный процесс что попробуйте правильно это и выдержать это чисто да а то чтобы это было то есть вообще не там да Алла Рос поделает я тоже понял Аллу я очень хорошо понял что ее позиция такова то есть ваша позиция такая что женщина на самом деле может успеть и быть и нужной семье она может быть и нужной на работе то есть если ее это расширяет такой горизонты да то есть каким то образом это не должна быть просто деятельность а вот такая какая там материалистическая и очень мультивная да то есть это должно быть интересное должно быть что-то новое и включать в себя общение с другими людьми то тогда она может и посудить время семье и и работать в какой мере чувствуете что что вас понят спасибо спасибо не надо мне доказать просто знаете такой диалог в самом себе диалог это когда почему вас должны и друг на ходе и друг на ходе и друг на ходе и друг на ходе это означает когда люди перед собой то есть они они друг другом подаются а когда они какую-то тему они перед собой вместе на нее смотрят поэтому я вот вот эту тему которую мы скажем между вами а перед вами и что-то с ней делали то есть основная идея вместе обсуждаем такой предмет ну то есть моя позиция сейчас должна быть что я не знаю какая у вас есть это не важно из того что мы начали что я пойду в руку скажу что женщина может не работать а она должна у нас сейчас не суть а технику а если не важна если тебе больше я даже принял эту позицию ничего ничего не не могу просто высказать свое отношение к этому ну ну да если стараясь понять другого человека то ну пробу что мне кажется что женщина очень важно наверное быть в установке семейной да то есть она должна себя почувствовать там дома для нее важны такие мелочи семейный чак и поэтому для женщины мне кажется очень важно большую часть своих сил и времени уделять именно семье то есть то что она допустим у нее есть какие-то излишки энергетические она может отдавать работе но это в общем-то это что-то уже такое тем что она а можно я бы здесь мы сейчас говорим не про то что мы говорим про то что женщине это важно мы сейчас говорим а вам почему это важно то есть мы сейчас про свою точку зрения потому что сейчас некая абстрактная женщина которая сказала чего ей важно вот а поэтому для меня важно чтобы женщине было важно да получается поэтому почему вы считаете что это важно чтобы женщина была дома вот что почему это согласно или соответственно это важно мужчине потому что когда женщина она получает удовольствие дома от семьи ей не нужно идти на работу завтра рано утром то всех дома счастливы вся семья она чувствует что всем хорошо с точки зрения что это как бы мы тягостно ходили на работу чтобы женщина заглотит от этого да мы сейчас родительную ситуацию в семье вот конкретные женщины то есть вы такие друг другу попали в области ну условно соответственно вот есть конкретные женщины конкретные то есть не абстрактная женщина теоретически женщина какая бы должна быть бог извините или правду ама создала соответственно есть не так женщина будет конкретное совершенно поэтому вам хочется какого-то комфорта у вас есть какая-то ну что-то у вас есть вам что-то там важное что-то у вас так больно вот поэтому вы говорите чему вам важно то есть вы как я вас слышал вы говорили про то чтобы спроси что что чтобы женщина довольна да то есть и при этом чтобы царил такой мьют и атмосфера удовлетворения что никто не должен держать то есть все люди которые например вдвоем утром встают на работу пьют быстро кофе и бегают то есть у них как-то немножко другие отношения такие как когда кто-то например дома сидит и занимается какими-то своими любимыми делами да то есть тесни то есть это не значит что женщина должна быть рабом в домашнем хозяйстве я паузу я паузу теперь вы должны давайте вы отвечать что понятие того да Значит, Ваша такая точка зрения, что Вы хотите, чтобы женщина была дома и не работала только по благам самой женщины, чтобы ей было комфортно. Соответственно, работаем по всему. Ну, я бы сказал, что это благо всей семьи. Да. Ну да, то есть для всех это наиболее благоприятно, что женщина может быть дома, она может уделять внимание семейному очагу, то есть реализовать свою природу, реализовать свою потребность в том, чтобы быть рядом с тем, что ей наиболее дорого. То есть женщине находиться в каких-то экстремальных условиях офиса или выезды на встречу с клиентом или еще что-то на заводе. То есть это достаточно тяжело. И очень агрессивная среда наша, допустим, городская, она не позволяет ей быть наиболее защищенной, как она может быть дома. То есть те возможности, которые, наверное, вложат, те потребности, которые действуют в материальных ценностях, в деньгах, в каких-то вещах. То есть это можно переложить на муж и свалить, да, и создать ему атмосферу просто благоприятную. И он тогда, может быть, это все сможет материализовать все эти ценности, если жена дома довольна. Сейчас пропало. Сейчас, пожалуйста, задача стоила понять, насколько это наслежит гипотетический формат. Ну, где вы чувствуете, если вы помните, конечно, у вас помнят. Ну, пока чуть нет. У нас сейчас обычный такой диалог, который бы и состоялся, наверное. Если я правильно понимаю, чтобы было комфортно для мужа, для детей, женщины должны создавать обстановку спокойную, видно, то есть у нее в доме зависит от женщины. Как женщина сейчас встает, и если женщина ведет работу, то это казалось, что будет дискомфортно. Будет все не так, ну, налажено, когда-нибудь в доме. Ну, я бы сказал, что вот когда женщина уходит в работу, у нее само просто становится более, более, повышается от этой недовлетворенности. Я бы сказал так, ну, как вы можете читать, у меня это создается ощущение, что у нее, что у нее, это ваше ощущение, может, у нее не создается, но у вас это ваше ощущение. Мне так кажется, у меня такое ощущение, что если вы идете на работу, то вам просто будет сложнее потом, как бы, в этой агрессивной среде нашего, да, потом чувствовать себя наиболее удовлетворенным домом. То есть придя домой, придется очень много, там, пытаться скинуть себе вот эту негативную информацию, то есть, и от этого, от этого может быть, нарушится такая, какая-то, 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 какая-то. Вы дайте ему понять, что вы поняли, чтобы человек ощутил и интеллектуальное, и национальное творение, то есть, что вы не интеллектуальное, и интеллектуальное, и национальное. Что он чувствует? у меня эмоциях, что не только народы, что женщины могут быть в порядке, что-то их хватает, не с комфортом. Вы чувствуете, что в Европе полностью не будет, или еще не до конца? Если не до конца, то продолжайте говорить чуть-чуть, в чем момент, но вы чувствуете, что вас еще не помнят. Не, я наоборот, я уже нашел какие-то новые аспекты. Я рад, чтобы женщина работала. То есть, вы ощущаете, что вас помнят? В каком-то смысле, да, конечно. Полностью, наверное, сейчас не будет. Нет, давайте, давайте помнят. Таковы правила игры. Если у вас есть ощущение, пожалуйста, продолжайте говорить. У меня, скорее, есть ощущение, что я вижу просто в этом более такое как раз уже решение, что как бы то мнение, которое равно высказало, оно дает возможность по-другому немножко посмотреть на ситуацию, что на самом деле, если женщина работает на той работе, в которой ей действительно нравится, она не теряет при этом силы, не теряет при этом эмоциональное какое-то гармоничное состояние, да, то это, может быть, не будет никак сказываться негативно на семье нашей. То есть, просто необходимо найти, наверное, такую работу. И заниматься, может быть, это даже вот 8 часов в день или 12, да. Вот. Это может быть просто та деятельность, которая принесла какое-то пудроводворение, которое приносит аналитическую, национальную какую-то пользу. Вот поэтому вот это я сам понял. Какие у вас были ощущения по началу? У меня ощущение, что, действительно, у мужчин и женщин очень сложно общаться, особенно на такие темы. Потому что тема, она очень виртуальна, вот. И у нас совершенно, и, в общем-то, невозможность какая-то эмпатическая, привычка, нет привычки, да, слушать вот так, эмпатически, да, и из-за этого возникает какое-то напряженность в голове. Решение, и, вот, возникает. Окей. Ну, вообще, мне очень понравилось. Я хотел сказать, что, вообще, довольная практикация. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот это вот ситуация, которая, возможно, реально только есть овощи, но это настроено на взаимные выигрыши, потому что если один выигрыш, то еще что-то не работает. То есть, вот, на самом деле, действительно, зрелые, замечательные люди. Вот. Хотя, чувствую, поначалу, на тренинг какие-то были маленькие. Да, значит, это все-таки зрелая позиция, она позволяет понять, и когда это понимание раппорт устанавливается, то сразу все, сразу все, все начинает меняться. Это классная штука. И, на самом деле, вот это вот, все эти семь лавров, они очень хорошие. Они, как мы говорили в самом начале, что есть два вида всяких этих философий успеха. Есть какие-то, которые основаны на внешних факторах, да, которые, по большому счету, они относятся к философии победить только, только выиграть. Очень маленькие. И есть те, которые основываются на каких-то этических принципах. Вот сейчас, в общем-то, вот эта модель, все семь на камень, эти семь привыки, семь на руках, которые приносят совершенно другую энергию, все другое происходит. Вы чувствовали? То есть, какая атмосфера сразу повисает? Очень располагающая, комфортная, неконкурентная. Окей, замечательно. Что у нас дальше идет? Так, у нас идет следующий навык. Сейчас у нас двадцать одиннадцать. Я думаю, что делать сценки и поставить их мы просто уже не успеем, потому что они так на руглении. Давайте, сейчас, какие есть вопросы, соображения, замечания по поводу навыков синхронического взаимодействия? То есть, модельно идею поняли, да? Ну, нужно, чтобы просто оба человека знали правила игры. Вот, до этого они должны знать эти семь навыков высокоэффективных людей, и быть готовым стремиться понять другого, значит, такое лимфатическое слушание, потому что иначе это невозможно. Вот, просто. Но идея в том, что принцип такой, что я не начинаю говорить до того, пока другой одной собеседник не почувствует полный металлений, что его полный металлений, национальный, потом другой. И после этого уже, видите, в ходе этого уже в доброй половине всех вещей вмешается. То есть, это навык тоже, да? Это технический прием, вот, совершенно конкретный. Который, да? Вот, модельно его разделили. То есть, как упорядочить диалог, чтобы он был эффективным. Хорошо. Вопросы? Вопросы, замечания, мысли, условия? Да. У нас было два человека, да? Да. Нам одно мнение, у другого, с открытым противоположным. По-моему, синергии по определению не мало. А как? Как они? Они были. В действительности, если... Может быть, будет один плюс один два, но три на четыре? Почему не? Разные не. Давайте мы их спросим. Мне кажется, у них уже одно мнение. Ну, может быть, один плюс один, два? А мы не три. Они смотрели в разные стороны. Да, это мы смотрели в разные. Можно я расскажу? Я только что про это думал. Вот, я тоже думал, у меня был точно такой же вопрос. Я за себя его в уме решил. Там получилось как? Так, что люди подошли, один — одно мнение, у второго — противоположное мнение. С чем они вышли? Первый полностью удовлетворён, второй полностью удовлетворён, у первого ощущение, что он не только он удовлетворён, но и с ощущением, что удовлетворён партнёр. Это уже два. Как бы, и у другого такое же. Получается, они не только оба. Когда компромисс, они бы могли, ну, это вот, то есть, я удовлетворён, ну, ты, ну, были мнения, как-то. То есть, получается, двоечку. А здесь вот как минимум тройка появилась. То есть появляется третья вещь. Между ними установились тёмные отношения. И эта штука, которая добавила ещё вот то, в чём себе жули. То есть сам по себе, просто самый симметрический обмен, он даёт отношения. И отношения – это очень ценная штука. Потому что когда есть отношения, то возникает много-много разных... Понимаете, в результате решения этого маленького вопроса между людьми увеличился этот счёт на эту эмоциональную сумму, на эмоциональную баллонскую счётку. И отношения, что открываются новые перспективы для чего-то ещё. Что-то ещё можно делать, то есть какие-то новые перспективы. Сами по себе отношения налаживаются. То есть когда они напряжённые – это одна ситуация, когда они тёплые – это другая. Это уже ценность самого себя. То есть появляется что-то ещё дополнительное. И оно появляется за счёт взаимоотношений. А можно я вот тоже рекомментирую? Да. Просто если мнение меняется у человека, то это не значит, что оно в худшую сторону меняется. У них у обоих менялось в лучшую сторону мнения их. Они были в каких-то противоположных углах, но это не значит, что если это мнение меняется, то оно что-то этот человек теряет. Он может наоборот приобретать. Когда мы меняемся, то мы можем и в лучшую сторону, и в худшую. Я тогда уже к этому добавлю. У каждого человека есть некие убеждения на ментальном уровне. И это убеждение является правильным, то есть территорией жизни. Но просто вот этими вопросами это убеждение развеивается. Само-то в себе отвечаешь на вопросы. Получается, это убеждение развеивалось, и перед тобой открывается не к истине. Потому что на самом деле не потому, что нужно, чтобы жена на работу не ходила. На самом деле не в этом влечено. Потому что ты боишься, что если она придет на рвоту, то это приведет к последствиям. И открываются вот эти последствия, а на самом деле ничего плохого нет. То есть это глубины вопроса. То есть ты представляешь, что друг другу открывают истину, а там на самом деле все хорошо. Можно проявить навыки и спросить, как вас зовут, сказать, просто с Дмитрием поговорить. То есть можно его услышать. А какое у вас ощущение? У вас ощущение, если я вас правильно понял, то у вас ощущение, что ничего не поменялось, что каждый остался при своем мире. Или нет? Я еще не понимаю. У меня третий момент. Угу. А пока? Он далека пошел. Угу. 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 Вы чувствуете какое-то внутреннее натворение в сервисе ситуации? Забыучи способ изменить. Нет, не обязательно, зачем мы будем сидеть, сидите, сидите. Вы чего? Потому что нет, действительно, может быть, это важно, на самом деле, по-моему, это, скорее, может быть, очень важно, что-то, что для всех важно. Что, что, то есть, какое у вас есть... Ну, не будем, я не смогу объяснить правильно. Ну, может быть, у нас... Может быть, вы решаете, если у нас чего-то важное, потому что... Нет, действительно, что, что-то, может быть, что-то очень важное. Ну, что-то очень важное, наверное, я себе могу представить, Я живу сейчас, это найти работу, где женщина будет работать полгода, но в Москве, по-моему, не летом. После полгода она никому не нужна. И здесь выход такой, я ее для себя нашел, но мы, к сожалению, ее не использовали. Она должна себя творчество развивать. То есть она должна заниматься то, чем ей нравится. И это не будет тогда действительно мешать семье, она может это делать вне дома в какое-то время. Но пусть это будет какой-то маленький частный бизнес там, я не знаю. Это может быть художественная школа, это может быть какой-то кусок рисования, все что угодно. То есть у нее действительно ей там сколько, 12 тысяч слов нужно расстрелять за день, чтобы она чувствовала себя хорошо. Это нужно. Но работа, ведь здесь очень четко и жестко ставится вопрос. Работа, это работа, это 9 часов там, плюс час туда, час обратно с дороги, плюс косметика. Когда она приезжает домой, это сказки о том, что это все успевает. Почему она успевает делать реально? Приезжает, выжатая как лимон, еле-еле, и в лучшем случае проверить уроки у старших детей, в лучшем случае. Потом упасть в ванну и лечь спать. Все. С утра встала, окрасила все эти проблемы. И хорошо, если это нормированный рабочий день. Очень часто, если это позиция там, ну, высший секретаря, менеджер там и так далее, там, зам руководителя, поможник руководителя, это не нормированный рабочий день. То есть это, значит, там, 8, 9, 10 и так далее. Окей. Значит, у меня есть предложение, не заниматься сейчас у нас тема не… Вот и то, о чем Димус, я не захотел говорить, потом вот это вот все переживает. Я понимаю, хорошо. И поэтому… Можно сейчас посудить остаток времени обсуждения этой темы? Это действительно важная тема, не вопрос. Просто… Сейчас мы занимаемся немножко другим… Димитринг – это хорошо. Отработал, да. Пример показал. Да, хорошо. Это показал пример. Действительно, люди были только ревны. Даже полиции не заметили. Понравилось. Проблема полиции. Пожалуйста, вопрос еще. Спасибо огромное. Что-то хотите говорить? Угу. 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 Так, что-то я хотел сказать забыл. Угу. Ну, ладно. Хорошо. Еще какие-то вопросы есть? Угу. 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 Вот тогда движемся дальше. Угу. Да, прошу. А если три человека, например, могут прийти к какому-то синергетическому решению? Если могут, то получается, что двое должны понять до конца, ну, как бы одного из трех, и каждый из трех должен понять, ну, как бы, получается, что каждый человек должен понять каждого до конца, если вы приукорите. Угу. 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 или просто одновременно в видеоконференции находятся, или там большой экран, там у вас выйдет на квартиру. То есть там есть разные технические приемы для того, как организовать работу в группе, но возможно также и групповое синергетическое взаимодействие. Я вспомнил, что я хотел сказать. Это связано с противоречием. В действительности, я все время читал книжку по пиару, не помню, кто автор, в питерской издательстве, там есть контора, там называется «Три шанс». И там были как раз прописаны... Где-то, ну, продается в магазине еще, время от времени всплывает. И там были прописаны разные способы разрешения противоречий. Есть некое противоречие. То есть, скажем, черный и белый, да? Или черный и белый. Конечно, что противоречие. Есть разные способы разрешения противоречий. например во времени, сегодня черное, завтра белое, то есть кажущийся противоречи, или же с одной стороны черное, с другой стороны белое, или же в одной ситуации черное, в другой ситуации белое, или же там то есть если если к этому со мной то есть как-то с ним за на еще по одному на будет черная по-другому сезонечку первым то есть противоречие реально мирно очень много грани они они снимаются поэтому что то что плохого ситуация хорошим другой ситуации как-то мерзко же астрологии приходят то есть какой там гороскоп до чего там плохой листом где не хочется плохой для духовного сознания хорошим поэтому поэтому нету плохого и хорошего это такие вещи достаточно относительные поэтому поэтому зачастую противоречие разрешаются вот таким образом и как раз все медические пути разрешения противоречия но опять-таки они разрешаются если для этого есть некий базовый предпосылки если есть зрелость личности до конца да если если есть самостоятельность если есть настрой на взаимный выигрыш то есть если есть уважение все вот эти вещи тогда они разрешаются то есть для этого нужна к этому воля какая нужна воля и достаточно развитые способности тогда будет возможно если нет то невозможно да вообще но вот если допустим реальная такая ситуация что есть какая-то ситуация допустим где три человека и там меня допустим что-то не устраивает но я хочу найти как бы синергетическое решение но меня не устраивает допустим поведение двух людей то есть мне нужно с каждым из них искать синергетическое решение в паре что если там нет лидера наши группы у вас всегда третий альтернатива не вступать в взаимодействие если вы чувствуете что люди не готовы то есть как как правило если люди открытые готовые силу и если уровень доверия достаточно высокий то это работает к общению хотят найти что такое сильное настройство есть если его нету тогда и альтернативы какие-лиже сделать какие-то плавы на счет доверия то же самое как мой другому себе рассказываю столь он приехал в баку лекции давать 90-х вот еще это восемьдесят в вашем году еще в советские времена и пришел журналист который стал просто его высыпать вы чего тут у вас тут индийская религия и чего сюда в нашу сумаску что приехали чего вот вообще то есть просто совершенно конкретно начал просто наезжать слушал 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 то что то есть никакие не аргументы никого ничего вообще изначально настроить тот не надо без всякого желания понять же желание просто утвердить свою точку времени и в это время подошло время обеда и в общем там накормили всякими кришнеицкими чудесами кришнеицкого кулинарного искусства который самый лучший мир и в общем этот человек он настолько растаял что он на следующий день на лекции пришел вообще был очень полностью доволен то есть вот это из вещей да а установился раппорт установились доверие взаимоотношения открылись лучше открылись все все поэтому можно попробовать восстановить взаимоотношения но восстановить взаимоотношения не удастся если человек не зрели до конца бывают ситуации в которых вы не сможете просто ну вот сейчас может когда-нибудь больше все растут и когда-нибудь он обязательно вырастет это произойдет рано или восстановить может быть не скоро остается ждать ну или не играть то есть и не играть но если вы не можете выйти в временную ситуацию для любой ситуации компромиссно долго продолжаться не будет то есть потому что вот это вот напрямую все но когда-то скажется то есть можно перетерпеть терпеть и бесконечно будет невозможно вот поэтому вот эта альтернатива да и краем туда не взаимодействуем потому что иначе превратится в какой-то выигрыш проигрыш 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 в конце концов и поэтому один плюс один будет еще хуже полная взаимозависимость взаима как вот это слово твое взаимонегалитаренность ну вот это вот верхнее взаимозависимость да ну не обязательно полную взаимозависимость полная тотальная бесповоротная взаимозависимость нет но я что именно увидел вот я на самом деле читал один фантастический рассказ там история была такая вот кстати потрясающая примерно энергия там были существа с разных планет и они вместе когда собирались они собирались вместе они могли сделать то что не мог не только каждый из них по отдельности но даже группа вместе они представляют живой какой-то корабль а чему я планирую что вот допустим в бизнесе или в отношениях если это не двое для людей а там целая группа возникнет вот эта сценария а потом один возьмет представится или еще что-нибудь и как бы все да с точки зрения теперь практичности с точки зрения бизнеса ну проще более отработанная схема как это модели это лучше оно не всегда реализуется потому что для этого нужны факторы то о чем вы говорите да то то может твориться отношения что ну если взаимодействие ступает самостоятель или то хуже чем было не будет то есть в этом вся идея чтобы все стояли на ногах когда хуже чем было не будет в лучшем случае остались то что есть мы чуть потеряли если мы смотрим чем мы рискуем если мы рискуем не очень многим то есть мы можем рискнуть и приступить попробовать но не надо то есть мы же со мной взвешиваем факторы риска то есть мы же со мной взвешиваем факторы риска aves мы можем считать истерический смех я понимаю тут бывает такое что-то что-то нагоревшие опять это это все в принципе модельная ситуация это то что неплохо было бы жизнь все равно есть жизнь это не всегда на практике достижимо повод то есть внутренняя зрелость и желание науки построения взаимоотношения так хорошо тогда мы теперь переходим к третьему седьмому науку как затачивать и пилу история которая стоит за ним она такая представьте себе вы идете и человек пилит дерево пилит 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 видно что он уже тело грейку сбросил то есть ну как дела того дерево пилю и давно до 4 часа уже пилит не пилит а вы не пробовали пилота заточить заточить пилу не мешай я дерево пилю то есть другими словами у нас есть инструмент тело у нас есть наше сознание нас есть сразу эмоции и мы пытаемся жить как в этом мире но если причем при этом мы не будем поддерживать все эти наши составляющие должным образом то тогда наша эффективность будет очень низкой то есть помните мы говорим про баланс между результатом и ресурсами и средствами то есть седьмой навык это навык постоянное самообновление в режиме навык увеличения раскрытия внутреннего потенциала раскрытия своих ресурсов там условно это тоже модель не надо привязываться к этому почему-то там универсальному существую жизнь 9 на 4 сферы до духовная физическая и национальная интеллектуальная сфера и мы в своей жизни должны реально уделять внимание всем этим развитием минимум поддержания и развития у всех этих факторов почему важно не просто поддержать развитие потому что сама по себе еще разваливается со временем ценности диссипируют да как нивелируются уходят ценности развиваются сами по себе мы забываем потому что для нас важенцами физически все разрушается здоровье разрушается если не поддерживается сами по себе все разваливается да то есть деньги только сами по себе уходят там уходят все тратится эмоциональные отношения если их не строить они будут рушиться в случайно все будет происходить то есть где-то случайно кому-то надо на нас тут и чекают или шок как-то невнимательно себе поведете отношение будет рушиться интеллектуальное тоже со временем мозги тупеют старческий мороз и все атрофируется поэтому если не прилагать усилий на поддержание и на развитие этих сфер то она будет сама себе разваливаться деградировать поэтому очень важно чтобы мы систематически регулярно оследили за тем что что мы делаем что-то в этих вещах итак первое это физическое саморазвитие что у нас сюда входит рекомендации нужно следить за состоянием своего здоровья на любви кто сидит подметилки на регулярной основе занимайтесь физическими упражнениями кто делит так называйте физические навыки на то есть чуть-чуть там есть копать строгать что-то делать стройте диету на овощах фруктов и зерновые кто их реальность это важно на самом деле это важно вот это это причем это реакции это рекомендация американской ассоциации здравоохранения дальше что пользуйтесь позитивными путями преодоления стресса да там зарядка еще чем-нибудь таким вот не отрываться чем перейти значит спите отдыхайте необходимое время очень нужно отдыхать кто отдыхает да и здесь требуется мудрость требуется баланс потому что лей это другая игра этого отдыха и на самом деле вот эти вещи связаны с саморазвитием но часто бывает так что этого слишком много бывает то есть должен быть баланс между между ресурсами и между результатами ресурсами средств потому что я знаю людей которые занимаются только учебой и только спортом и все остальное вообще ничего не вносит никакого плана получается так наследите за тем чтобы ваши привычки и образ жизни способствовали битвенному здоровью тоже у кого есть вредные привычки всякие разные переедание чуть-чуть так следуйте базовым основным принципу чистоты поддержание чистоты это очень можно не ищу я тебе то что приносит благость поддерживает нас физическом измерении мысли и соображения комментарии замечания а вы случайно не помните как кови или кави на санскрите что значит я не читала книжку что-то там такое есть какой-то там пишется по-разному пишется си-о-ви-и-вай в английский кови и пишется вистор в английский кави это пишется к-а-в-и и она переводится поэт или как мудрец то есть давайте мы будем рассматривать принципы как про который вы как стивен кави не подалеку я не послал кости покою потому что сам по себе это отдельная песня точно так как гриндер с бендером изобрели нмп и хорошая штука но сам себе гриндер с бендером это отдельная песня вот и поэтому давайте вот эта штука правильная а вот остальное давайте личность оставим за кадром пускай себе хорошо живут пускай пускай будет хорошо так хорошо интеллектуальная самозвитие рекомендации читайте книги видите да книги расширяют перспективу введите личный дневник дневник может стать местом где мы можем разобраться проблем потому что выписываем чем идея проблема зачастую риска и тогда и находятся никто или и презентативно сильно и проговариваться или не ощущаются мы в них находимся или в них и мы слушаем вот мы с ними это когда мы когда ее выносим вовне переводим визуальную систему презентативную она перед нами мы не можем связи с другим зрением вместе что мы уже можем делать мы не в ней мы перед ней и мы уже с ней что-то можем как-то взаимодействовать получится получится вопрос второй но если мы в ней то точно не получится поэтому вести дневник это одна из форм диссоциирования вот проблема и означает что появляется шанс или разрушить дальше заниматься писательским творчеством да то есть читать одно дело вводим писать тоже когда мы пишем излагаем это очень много для себя раскрываем когда мы объясняем что другим людям и когда мы делаем это письмо то есть когда мы объясняем что-то устное это уже хорошо когда мы делаем это письмо то мы имеем возможность действовать собственно в ритме собственном темпе мы можем у нас есть достаточно времени для того чтобы разобраться самому для того чтобы . излагаю что-то я я тоже сам понять почему это важно поэтому письмо когда мы что-то пишем это довольно эффективный способ собственного развития дальше предлагают решайте головоломки ну смотря какие он тоже наверно да и только интересным также очень на ухо решили проблем ведь их обе многие хобби стимулирует мозг и помогает расслабиться или называть себя опять тренировать мышцы интеллектуально например я закончил университет я не занимаюсь практически ничем из из того что что я по специальности там учился но я не считаю что это может быть меня там ничему духовному тоже не учили в этом университете то есть все все то оно мне особенно никаких ценностей не прибавило и я помню такого но я не считаю что это время потрачено даром потому что так раньше я научился там многим навыкам навыкам общения интеллектуальным вещам научился учиться то есть какие-то вещах которые сейчас я не пользуюсь хотя само по себе по факту да там может быть не самое там самое ценное что в жизни в моей жизни только есть вот население пользы этого есть на плане какого-то интеллектуального саморазвития пишите стихи кто может я поэт за восемь знай как менял андоварка стихи могут выразить наше внутреннее я великальным вдохновляющим образом собирайте цитаты чувство великого действия символика 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 тунт я все время был себе сейчас у меня мысль маратан этим занимается занимайтесь самообразованием это самый лучший способ заточки интеллектуальной пилы многие знаменитые люди начинали без степеней и клинических связей то есть косить под Михаила Ломоносова слышите возвышенную музыку продолжайте свое образование знакомство с новыми вещами задачи и подощряя праздник опять это должен быть некий баланс просто когда мы неделю планируем там должно быть это место но не каждый день оно будет то есть что-то как разобраться но что такое должно быть потому что если если это не делать регулярно то могли тупеют вопросы соображения замечания дополнения по интеллектуальному саморазвитию есть много разных методик как читать быстро куча всяких курсов скорочтения есть я не знаю я я своего своего ребенка читать до того как он говорит в общем там по методике дома вернее я там синтезирую методику дома с методикой Зайцева вот поэтому он читал словами поэтому он английский читал словами и поэтому он сейчас читает не знаю все время читает он читает чуть не быстрее чем я читает то есть с несвызанной скоростью вообще просто потому что он научился читать я его учил читать сразу не по буквам не еще а сразу сразу целиком образом он запоминал слова то есть работа в нормальном соответствующем то есть в одном из глазах да это психологические вещи поэтому навыки сокращения не такие есть там именно это может не по буквочке и не по словам то есть уметь уметь целиком абзац или целиком продолжение и то есть навыки которые есть поэтому все курсы сокращение они примерно то же самое то есть просто переговорит только единственное обучение переучивали уже потому что в школе учат читать неправильно то есть не так в школе учат как раз там по слоганам складывать то вот там как раз неправильно читать и учат неэффективно пересматривайте и окончайте свою личную миссию смотрите слушайте наблюдать за миром вокруг вас изучайте замечательные произведения литературы читайте биографии замечательных людей защищайтесь музыкой искусством выдающиеся произведение искусства является выражением чисто выражением чистым выражением духовной ценности воспитывайте ценность натуры то есть цель изначально что то что внутри то есть наружу то какое каком-то там сам вокруг себя и такое снаружи то есть не начать что мы изначально здесь нас есть что плохое неплохими снаружи за счет что мы должны жить соответствии с принципами и даже не конгруэнтные наши слова должны быть равняться нашим делам нашим поступкам они даже и они должны бы согласовываться с принципами чтобы не было учить не будем так протекуте религиозное поклонение которое возвышает наставляет 5 9 7 мусульманское еще что такое и детство по тем же стихии природы страсть невежество благость то есть то что выше благости то есть говорится про религиозное поклонение есть враг любой традиции там есть целый спектр всего поэтому есть говорится не про то которое разрушает и оставляет и культируйте богатую личную жизнь это означает что да мы уделяем время для прояснения своих ценностей начать что мы живем с то есть уделяем 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 внимание себе и сиденье и по критическом плане действительно себе да как как никакой личности с ее способности самосознание творчество на воображение что-то мы сейчас свободу и свободу и воли че еще у нас было че прочее было совести и любви и служение эти пять народа вопросы замечания комментарии и дополнения ну я не знаю я просто перечитываю биографию широко упады потому что они вдохновляют движемся дальше социал и эмоциональное саморазвитие то есть социальным планом и эмоциональным планом культируйте семейные взаимоотношения семья подразумевает непосредственную расширенную семью то есть у нас своя семья или же там какой-то коллектив какое-то общество постоянно развивайте свои взаимоотношения делая взнос на счет доверия завалите новых друзей будьте открыты к расширению круга своих друзей занимайтесь творческой деятельностью и служением служение в особенности анонимное преобразует людей увеличивающих чувствительность и осознание других цените различия с другими и ищите возможности с энергией опять то есть это и социальное и социо-эмоциональное саморазвитие и и она она возможности то есть ну реально возможно со зрелыми людьми потому что отношения можно строить там где их можно строить те люди которые сами являются самостоятельными которые могут отдавать которые настроены то чтобы отдавать такими всегда есть эти эти навыки люди самостоятельные есть не самостоятельные например как как вот можно каким-то я не знаю но это может быть и невозможно в принципе только иначе как можно так чтобы самостоятельно и становиться самостоятельным как замотивировать то есть стимулирует я там не знаю что вот как первое 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 что что мы единственное что мы можем делать что сфере нашего леди подавать собственный пример это первая вещь вторая вещь да как-то заботиться в меру возможности потому что потому что существует а бывает ну то есть ты что-то как-то не не всегда то есть не сидит не всегда возможно потому что человек сам должен захотите и вернее для этого может потребоваться время то есть человека шутку зоны замотивировать и мотивирует иногда хорошие иногда и на хороший пример мотивирует нам не мотивирует иногда человеку приходится получить последствия своего выбора в конце концов то есть это привязанность это то что называют греховными привычками или копной кармой но реально и то есть это это нашу собственные нашу выбор в конце концов и чё с этим делать выбор связано человеку ничего не значит землялась безвести пока волнух на лица то есть это сфера космонавлияния иногда бывает грустно но с другой стороны не то что грустно потому что все равно мы смотрим рамками каким-то узкими перспективы расселять то можно видеть что все жизнь идет своим чередом и текучиться может не займет какое-то время может не одну жизнь займет и так это в душе это реализовано даже не то что там сидеть теоретически вещать это требует достаточно глубокого духовного уровня того чтобы то о чем вы говорите мне абсолютно понятно а если допустим перевести картину не глобально а вот локально в сферу бизнеса или в сферу просто отношений на работе там например когда начальник отдела рекомендует своему заместителю сделать только то-то-то-то-то-то-то-то и он ну как как сейчас карьерный раз как растут люди когда могут это научиться делать сами до становится самостоятельным потом превосходят и занимают более высокие посты то есть у них есть какой-то стимул как бы общаться а если когда люди просто заботятся допустим не может быть этого стимулки нет всякий солдат хочет генерал им это просто удобно что называется а существует ли какие-то методики дрессировки либо направления манипуляции то чем мы тут занимались мы как раз занимаемся другим вещами мы сейчас занимаемся не не пузитильными техниками не пузитильных техник их много всякие вот там книжек продается всяких группах и тонких каких угодно они не приводят результата есть много крокосрочных результатов но вот купить книжку прочитайте как человек замотивировать заставить и что же хотите и столько всего мы здесь не к тому что они не нужны не того что им пользоваться не нужно и нельзя просто понимать что ты делаешь просто здесь мы изучаем другое у нас другое предмет здесь я понимаю мы как раз изучаем те принципы как бы владея которыми можно принимать манипуляционные принципы заставления это одно к другому никакого отношения не имеет то есть да это принцип не манипуляции не всегда заставление просто той же самой заботы но вот как детей воспитывают вот эти все вещи они применены к взаимодействию зрелых людей когда мы имеем дело с детьми мы не имеем ситуации зрелого человека но авторитетно авторитарно мы ему передаем ценности и навыки при этом знание мы застрадаем его делать или не та ситуация то есть для детей она не та ведь там человек там болен еще и если он является несаностоятельным да то есть там не в себе то мы не спрашиваем его заставляем ему что-то делать вот эта ситуация то есть для постоянных отношений развития зрелых людей это это она не универсальна это это мы просто это именно вот изучать то что мы изучаем они все тоже есть а вы случайно не удовлетворительны до конца как вот все таки этих зрелых из незрелых людей сделать зрелых я не знаю получается вообще жизнь невозможна мой опыт показывает то что никак вот и растение пенцетом не вытащишь то есть зачастую вот оно все должно быть так как оно должно идти но мы думаем что мы делаем то есть потому что должен быть баланс потому что с незрелыми людьми мы бы тоже у нас тоже есть какие-то ограничения у нас тоже есть какое-то количество незрелых людей можно вкладывать энергии грамотно понимать понимать как-то обучить чем тоже не во всех все это должно желание обучение вот может стать ситуацией стимулирующими то есть что-то можно делать но опять-таки у нас есть ограниченные ресурсы поэтому это наш выбор мы даже на расставляем приоритет поэтому ситуация идеальность да да то есть мир довольно грустное место и достаточно трагичными за зрелых людей еще не много кстати вот те рекомендации которые написаны сейчас на доске такое ощущение что они применяются незрелым для того чтобы они стали зрелыми это нас и мы сами тоже далеко не это навыки саморазвития да мы можем учиться но для этого желание развиваться и желание можно стимулировать то есть реально то есть 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 методы да и это методы общения через общение с людьми которые обладают какими-то качествами то есть появляется мотивация но опять-таки общение к этому общению тоже должно быть какая-то то есть карма не позволяет то то человек в это общение это и не войдет поэтому поэтому говорится что на самом деле нет поддерживают вот те несколько там как единичные святые личности которые есть потому что у них есть мотивация слышать и они и просто своим присутствием здесь их не так много но они собственно говоря все и поддерживают потому что противном случае шансов получить какое-то нормальное общение получить нормальную мотивацию нормальный принципе просто вообще нет потому что люди настолько обусловлены настолько обусловлены своими привычками что что не получается то есть даже воспользоваться этим не можем но именно эти святые они все и делают здесь вот это тоже что мир очень разваливается за счет тех тех самых святых практически а можно так сказать что вот эти навыки привычки они ходят где-то становится каким-то образом подсознательными это чувство чувство твоего какого-то так или чувство какого-то разума который ты не контролируешь ты да и видишь этих людей просто с кем можно с кем-то и причем тут уже не распишешь как бы да да конечно они переходят в навыки и и единственное что мешает нам пользоваться эти навыки наши собственные привязанности то есть если мы можем относиться непривязанно тогда мы можем пользоваться поэтому в принципе все эти навыки может по большому счету практиковать освобожденная душа вот а мы то есть они хорошие они правильные вы и то есть мире в которой мы им пользоваться мы будем успешно да а если есть привязанности к человеку ну то есть практически к материалу личность ну нельзя говорить ни черное белое злевое не злевое то есть ну в какой-то степени там где-то там как-то чего-то как-то в каких-то что-то такое да а я хотел понять вы сказали нам мешают наши привязанности а вы можете привести какой-нибудь конкретный пример который проиллюстрирует потому что я очень до конца понимаю чем как этот механизм работает я понимаю на 50 или 60 процентов хочу вот на 100 вот как вы можете проиллюстрируете ну например мне сложно выяснить какие-то вещи с моей супругой потому что есть я заниматься творческими вещами то да то я знаю что с меня там покросят еще больше техниками чуть-чуть не хочется ну например какие такие вещи то есть если то есть ну что еще может быть нет тут именно сфере построения взаимоотношений мы же говорим все строение взаимоотношений с какими-то зареванными людьми то есть есть ощущение такое ты можешь как бы все можешь найти этих людей построить ими отношениями намешать тебе какие-то привязанности какие конкретно привязанность мешают и что надо избавляться и для того когда тебе что-то от них надо а разбывается другу это когда ты привязан к этому ты можешь не привязанта просто ты что-то хочешь ты может даже не хочешь что-то дать мать нич unlimited получиваться равно что-то надо даже когда ты им дать случилось все равно надо потому что он должен принять то же самое служение да если тут если Если ты привязан к тому, чтобы ему дать, то ничего не получится. Я так понимаю, это зависимость и не зависимость. То есть, о чем речь идет? Что если у тебя есть привязка к внешней среде, то ты не самостоятельный человек. Значит, ты зависим от других. Ты зависим от того, чтобы другие приняли то, что ты им хочешь дать, если не хотят. Но никто, наверное, не в состоянии отдавать, постоянно не чувствует поддержки или благодарности какой-то подпитки. Значит, тебе должна подпитка и благодарность. Значит, тебе саму внутреннюю будущность получается. Все, как или иначе, находятся в взаимодействии. Поэтому мы говорим, что да, мы обретаем самостоятельность, когда мы не зависим, когда мы можем сами справиться, когда мы еще хоть черпаем внутрение сами в себе. И вот это вот и называется то, что привязано с теми. То есть, то самое ощущение внутреннего счастья от параматных, которое идет изнутри, да? Это ощущение, да, ощущение себя, истинного своего яра, с теми всеми этими вот этими вещами, про которые мы говорили. И ощущение своего взаимодействия со своей душой, да, естественно, наоборот. То есть, наши функции там совести, любви, и те вещи, которые уже там есть. Но это тоже наш внутренний потенциал, который наш собственный. Чем больше он развит, тем больше мы испытываем от этого удовлетворения. Чем больше мы испытываем от этого удовлетворения, тем меньше мы испытываем удовлетворения от внешнего мира, от тех самых привязанных. Мы независимы от этого. Выступаем, понимаете? То есть, когда это есть, то мы можем дальше идти во взаимодействие. Мы можем отдавать других, можем любить других, можем что-то делать еще. И мы, причем, мы независимы от этого. Но просто если ты получаешь эту очередь, то здорово. Другая вещь получается. То есть, хуже, чем есть, не будет. Ну, скажем так, не то, что хуже, чем есть, не будет. Это негативное время. То есть, оно на этом уровне не то, что хуже, чем есть, не будет. Оно хорошо. Но может быть что-то еще. То есть, возникает целое, ну, знаете, такое сыска, или что-то такое возникло. Возникает целое приключение возникает. Здорово. И такое по-большому счету в духовном мире, или же на духовной платформе. А можно еще один последний пример из материального мира? Вот, Стивен, Кавин, эти семь принципов написал для того, чтобы развивать бизнес. Для того, чтобы заработать кучу денег. Ему это удалось. Молодец. Как бы, допустим, ты что-то делаешь, как бы, пусть это в сфере бизнеса. Ты вложил деньги, там, вложил свою энергию, там, пятое-десятое, все вроде просчитал. Но тут невозможно действовать без привязанности. Тебе нужен конкретный результат. У тебя уже появляется, как бы, ну, какая-то должна быть привязанность, иначе она тебя, ну, нету стимула, что ли. И когда ты не получаешь, например, твой проект руку, ты, как бы, остался, извиняюсь за выражение, без штанов, не удовлетворен абсолютно. То тут вот, ну, неоткуда взяться в удовлетворении. Когда мы будем говорить про, если мы не всегда делаем, про спиральную динамику, то есть разные уровни, на которых можно действовать. И уровень получения, получение удовлетворения от результата, это один из уровней, он внешний. И заниматься бизнесом, и что-то делать, можно на разных уровнях. И получать деньги тоже можно, находясь действовать на разных уровнях, с разной мотивацией, с разной бытовой, повседневной системой ценности. По-разному бывали. Поэтому то, о чем вы говорите, это один из способов, бытовых способов существования, то есть такой повседневный деятельность существования. Он не единственный. Вы уже так часто говорите, что исправленный динамик, наверное, мы уже... Ну, я потом же думаю, сегодня последнее занятие, то есть, что потом делать будем, когда я приеду? Да, это уже назначено. Ну, обсудим. Ну, пока, я хочу. Так, ну что, итоги, давайте подводим. Так, что мы, какие понятия мы за время этого семинара, который был на 8 занятиях, рассматривали? Континул зрелости, так, что еще? Парадигма, замечательно, что еще? Эмоциональный банковский счет. Эмоциональный банковский счет, вот так. Личный эмоциональный банковский счет, замечательно. Личная миссия. Сейчас? Личная миссия. Личная миссия, классно. Что еще было? Ситуация зависимости, независимости и взаимозависимости. Да, ситуация зависимости, независимости и взаимозависимости. Как? Синергия, карты и территории. Ищем что? Пламирование. Пламирование, так, да. Сферовлияние, хорошо. Личные убийства что? Противность, так, хорошо. Реативность. Слушаем, да, понимающие лимфатические слушания. Чем-чем? Зависимость, независимость. Да, уже поговорили, все правильно. Противность была уже. Чем еще было? Круг заботы и круг влияния, хорошо. Колесо Жизненного Баланса. Колесо Жизненного Баланса. Проходите, да. Ну ладно, хорошо. Что для вас голосует актуально, но почему? Что важного и ценного вы получили? Давайте, все-все, пойдем с вас начинаем. За все это, что вы получили, чтобы мы были правильными и важными ценами. Мне понравилось то, что все здания, которые мы получили, они были очень биологичными, с индивидуальной точки зрения, и были, ну, довольно такими чистыми. Потому что я для этого был многое тренировка, и они были, конечно, такие, пропитаны едами коммерцией. Здесь они были очень такие бескорыстные, чистые, которые пойдут на воде. Спасибо. Спасибо большое. Размышления на тему личной миссии в обновлении всех полярцев, возможно, вообще личная миссия и предназначения. И, конечно же, эмоциональный вопрос. Работа над собой будет в этом плане. Спасибо большое. Как можно присоединиться? Было важно понять, что основная часть людей все-таки недостатки в личной жизни, которые просто высветили. Что, оп, здесь я не дорабатываю. И также, планируя на следующей неделе, оказалось, что там, где, ну, действительно, я ощущаю недостаток чего-то эмоционального, да, каких-то отношений, а я, оказывается, внимания не уделяю. У меня даже в планах на следующей неделе это просто не было. У меня это было открытие. Угу. 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 Саша. Я вот сейчас даже это, нашёл цитату просто, которая, ну, важно понять не то, как должен быть устроен мир, а то, как он устроен. И ещё у меня тут прям ваша цитата, смысл соли быть солённым. Угу. 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 Угу — душу. Нет, наоборот, силу меняли. А всё остальное как там. Понятно. Ура. Ура. Ура? А вот для меня было важно вообще понимания взаимоотношений, то есть я дошла до какого-то уровня и дальше не получалось развивать, не получалось оценить, как тебя оценивают, не получалось раскрыться дальше в зону отношения. А вы как бы такую преграду отодвинули, так горизонтно раскрылись, было очень интересно. То есть дали возможность идти дальше. Спасибо. Мне очень понравилась такая тема, как проактивность. Я заметил, что я сам и возгружающие меня люди, они в основном действовали активно. И я пытаюсь следовать проактивные модели в своем поведении. Потом очень интересна у меня была модель личного эмоционального банковского счета, это само понятие, оно раскрывается, и что, в принципе, ему можно следовать, нужно следовать. И это очень эффективно. И я думаю, что если там месяц, два, три, жизнь вообще может меняться. Вот. И тоже по синергетике, да, я про это тоже много читал. И сейчас как-то еще более конкретно, в таком небольшом объеме, да, вот именно самое то, что нужно. И для себя это вспомнил. И даже, вроде, много-много расширило понятие, и можно поменять. Спасибо. Для меня, наверное, ну, опять-таки для всех, вот, это самое важное было такое вопрос, это то, что можно было вот за короткое время приподняться, вот еще раз посмотреть на жизнь сверху и, как бы, определиться с направлениями, потому что многие люди это вообще никогда не делают, если делают где-нибудь там старость, еще когда-нибудь задумывают о своей миссии, о своем, как бы, направлении жизни. И, собственно, я считаю, что такие, как бы, вещи комплексные, такие курсы, они должны быть, ну, для себя лично их нужно повторять, там, ну, один, там, раз в год, как минимум, чтобы заново пересмотреть, там, ну, свой, свой жизненный, то есть, план и оптимизировать какие-то. А темы улыбки можно, там, практиковать, ну, в течение, там, вообще всей жизни, там, или же день. То есть, как можно больше, не для совершенной жизни, можно увеличить значительное качество, или же день, или же день, или же день, или же день. И, собственно, вообще, жена, вообще, жена. Да, это ценная вещь. На самом деле, я вот говорю, что какое-то время назад я все это сам проводил, а с вами времени на все уходит. И потом лишний раз, когда к этому возвращаюсь, то это приносит огромный внутренний внутренний, то, что на самом деле ценно, то, что важно. И просто это жизнь, потому что кругом, в основном, люди не так живут. И поскольку общение, оно реально влияет, да, почему-то и прообщение, то все то, что для нас важно, это наши ценности не размываются со временем. Если к ним регулярно не возвращаться, это как раз от серии самообновления. Здорово. Пожалуйста. Я должна быть, люди, с таким большим сожалению, статировать, что я не присутствовала в профессии на семинаре, сегодня первый раз. Поэтому, кроме того, что не услышала того, что хотелось бы услышать. Мы спасем положение, мы вам записи дадим. Спасибо. Это предложение действительно для всех. Если хотите. У меня был вопрос по записи. Ну, хорошо. Вы мне не уже сказали, что это? Да. Пожалуйста. У меня целый комплекс произошел открытием, на самом деле. Для меня каждая лекция была открытим. Абсолютно. Причем не просто открытием, а еще и практически каким-то таким уроком. То есть у меня национальный банковский счет, это просто на ура прошло, как у меня, так и у нас близкий. То есть от каждой лекции, от каждого урока я получила что-то действительно. То, что я была слов жизнью, да, то есть одна про реактивную модель чувствует. То есть, ну, я хотя бы начала замечать то, что я делала. То есть не просто вот реагировать на какие-то вещи, а замечать то, что я делаю и понимать, что я могу исправить это. Что я могу исправить положение, ситуация, понимать вообще, что я делаю. И действительно, это, ну, очень помогло в жизни. Опять-таки личная миссия, например, никогда не была привязана к реальнице, да, то есть были какие-то планы, да, но они почему-то не были привязаны никак к реальной жизни и к реальным людям, да, в особенности, да, и кого-то. А тут вот это все как раз произошло на этих занятиях, я поняла, как, ну, более ценно, что ли. Спасибо. Спасибо. Решил? Ну, ваши лекции пролили свет на многие проблемы, проговорили их. Те проблемы, которые я ощущал, я не мог анализировать. Ну, допустим, на элегчимное поведение. Не самостоятельно, на многих вопросах, осуждениях. То есть появилось, вырали бы надежно, что кое-что можно исправить. Отходилось в течение двух часов. Ну, заинтересовался также Стивен Хоэ, предназначенный, что это для себя. Ну, и появились и ответы, и новые вопросы. Допустим, вот, Саварик Патрика Славкина, это вот размешать вот тем, как садести, так сказать, корыстных личностей, типа Стивен на крови и разумное другое личное, которое они несут. Бывает такое? Бывает. Вы знаете, как я сказал, на практике, что обычно, когда люди, то есть, говорится, что в Кали-Югу, в каждом живет и демон, и святой, то есть, наверное, поэтому наши реально, то есть, у нас есть целый спектр разных желаний разных вещей, которые всплывают в разное время. Какая-то, да, противоречие, мы сейчас говорим. Противоречие разрешается в частности во времени или в ситуации. То есть, потому что иногда мы можем быть в нормальном, хорошем сознании, решить, соответственно, с какими-то принципами, да, в какой-то другой ситуации, которая провоцирует, вытягивает из подсознания наши какие-то дурные качества. Вы себе умеете вести по-другому. Поэтому ничего такого, или же, например, то есть, есть какие-то периоды объективные, да, то есть, астрологические периоды. В какой-то период из нашего подсознания выуживаются одни качества, да, в какой-то другие. Вот. Поэтому ничего такого странного нет. Человек может действительно быть, в какое-то время он может быть носителем идей, и это может быть, по-своему, очень честным. В другое время, то есть, человек может не справиться с плодами своего, вот, да, он меняется, поэтому ситуация-то меняется, будет себя вести по-другому. То есть, когда уровень испытаний, там, скажем, повыше становится, он по-разному будет. То есть, поэтому есть целый комплекс всего внутри нас и всякого... Спасибо. В общем, лекция вашего линия практична, вот, если она мне не нравится, ну, пациентов, наверное, 95, информация была для него вообще. Угу, спасибо большое. У меня самое главное открытие, это что с практикой все возможно. Спасибо вам. Спасибо, Леон. Я с радостью для себя обнаружил свой уровень какой-то, то, что я больше близок, наверное, к независимости. Вот, то, что вот первые лекции, которые были, они, как бы, подтверждали, как бы, мои размышления, как бы, мой взгляд, как бы, на вещи, как бы, на жизнь, в принципе. И я понимаю то, что впереди меня ждет взаимозависимость. Классно. Классно. А мне понравилось, как бы, меня больше взглянула работа, то, что я вот, после лекции, обычно смотришь на внешний мир, и это как бы растворяешься, и это интересно там, ну, на внимание на внешний мир, а эти лекции, они возвращаются только по семье. И все так теперь, растворяется. Угу. Да. Хорошо. Я не смучена никакими тренингами, поэтому, оказавшись только на втором занятии, для меня это было, как открытие какого-то нового именизатора. Я не знаю, как описание мира, там, пробил, не знаю, новая модель победильная. Угу. Нет ничего подобного. Спасибо большое. Товарь есть, Монтис, Александр. Ага. Ну, по-треху, мне хватает людей, которые приходили сюда, как бы, мне очень было приятно просто находиться в этом обществе, получал удовольствие. И подумал, что сейчас подумал о том, что это, к примеру, цинергии, когда, если мы с вами один на один занимались, это был вот один результат, но когда мы вместе, люди делятся искренне, то, ну, то есть мне, мне это дало просто все. Угу. То есть мне нравилось приходить сюда. У меня ждала четверга. Угу. Вот. Мне понравилась тема парадигма, про активность, и, как бы, могу сказать, что у меня есть деньги в положительную сторону. Я с вами ребенком была на этих вопросах про активность. То есть я, знаете, взяла себя в руки и нас за них издвигали. Угу. Да. Для ребенка лучше учиться. Угу. Угу. Спасибо. 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 Да, дальше. Я сделала мне самое важное обоим написанием личной миссии. Вот эта вот тема. Потому что она как бы просто делает уже в свое состояние. Поставила некие приоритеты. И вообще, знаю, от чего я хочу. Привинить сейчас такая. Вот. И делать реально реактивное и проактивное поведение. Я не с ним, я не всегда люблю себя проактивным, но каминище с я бежала. А здесь я реактивная. Ну, если говорить о том, что было особенно актуально для меня, то вот это те короткие вопросы, которые Вы задавали нам перед написанием личной миссии, те короткие вопросы которые были. Времени было достаточно немного и всплывало наружу то, о чём я никогда не подозревал, я потом читал это и думал – ого, ничего себе, это всё я, это всё мои желания и стремления. Это было настоящим открытием, я думаю, что перечитывать надо это будет ещё не раз и действовать дальше. И мне кажется, ещё очень полезно, просто такая мысль пришла, разговаривать с собой перед зеркалом об этом. То есть, может быть, даже выполнять домашнее задание и не рассказывать кому-то материал или какому-то другому человеку, а именно сесть и рассказать себе. Можно не перед зеркалом, а внутри. И также подумать об этом, о том, что всплывается такими минутами, что на бумаге потом отражается. Подумать об этом, как будет порядочней всего говорить. То занятие будет так само. «Ашка» 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 «У меня вообще не важно, что он был «Алтурет» Потому что у меня проблема с тем, что я же не могу все время правильно исправить, чтобы успеть все отберять. Я хочу, и за это у меня не будет в твариуме скидывать. И вот эта матрица, она выдала четкое решение и способ, как распределить правильность вновь время. И вот это было самое важное. Для меня открытием было принципы и ценности. Отличаются ценности от принципов. То есть, я же думал, что у нас тоже существует. И иногда автобеографическое слушание и биопатическое слушание оказалось тоже важным. Спасибо. Для меня ценно, и очень важно, на самом деле, создание лично выйти, чтобы наконец-то ее смог создать. Потому что, скажу так, для того, в школе читал, по-моему, на самом деле читал еще, проходясь на работе. То есть, у меня была некая привязанность к работе, мы ждали их как бы потерял. Сейчас воспринимаю это скорее как лагость. Потому что, ну, как бы, парадигмы карты сменились. Я здесь воспринимаю вот эти лекции. Ну, то есть, это все немножко по-другому. И, соответственно, поменялось… Ну, мне это легче воспринимать. Я это… То есть, я теперь смогу это применять на партике, применял на партике. Ну, и, в частности, конечно, самое ценное для меня, я считаю, это создание личной миссией и выделение ролей своих железных, ну, буду пытаться им теперь жить. Ну, и как бы, следовать этой миссией. Хорошо, спасибо огромное. Для меня тоже было очень ценно. Для меня было ценно-двигающим. Первое – то, что я вспомнил. То, что надо не начать тихонечку забывать. Для меня было ценно также общение вместе со всеми с вами. Потому что за эти восемь… Просто это чисто эмоционально. За эти восемь занятий сложились ближайшие отношения. И появилась вот та синергия, да, которая что-то что-то висит в воздухе. Что-то оно есть. Выполнительно, очень такое позитивное. И объединяющее все очень теплое. Так, то, что решил изменить свою жизнь, пройдя через семена, это можете для себя оставить. Какие у вас есть? Да, вот как раз, да, последние. То есть, пожелания на будущее есть ко мне? По тему, по манере ведения, чего почему-нибудь? Не останавливаться, не достигнуть. А, ну как, семь долларов мы закончили, там здесь восьмой еще, но я эту книжку даже не читал. Я этого потом еще написал. Ну, я вот думаю, чего там, чем потом заменится. Сами уже обозначили, вроде как, следующую тему. То есть, тогда я приеду, я приезжаю к 24-го, я, наверное, не успею подготовиться на той же идее. Сейчас, сколько сведушек это получается. А, и да, тем более, что там сотрудника, вот на этой еде сотрудника по пятницу будут семинары Товарища Трушкина. Тушкина. Тушкина. И, подкуда его название выражает на Кумар. Здесь мы здесь получаем. Классный, интересный. Мой ученик по столовой. И, на самом деле, он такой, у меня совершенно голова, совершенно в этом совет. Вот, очень умница, большой, очень хороший человек, замечательный. У меня тоже большой друг. Он будет мне проводить семинары. Здесь? Да, здесь он только вечер. У меня все висит, я просто, я в долг езды вывешу все на сайт, в этом рассылку. Я в среду летаю, я сейчас просто там, на днях. Я должен это сделать все равно по определению. Потому что, иначе, потом я уеду. То есть, вся программа на марте. Там, там, сделан и сайт обновили, она и везет. Туда Антон уже сделал там целый календарь, поэтому я после календаря на марте туда забью, и он там будет весь. Поэтому, вот, та неделя будет все равно занята, а, значит, последние недели марта, или уже там даже апрель, уже начнется, когда я уже не знаю, что там по календарю, то уже, может быть, начать. Но только мне тоже надо понять, потому что тема эта большая, и потом начнутся летние каникулы. Вот. И не знаю, может быть, эту большую тему не брать, потому что, что апрель, в апреле будет четыре, в мае четыре, то есть восемь занятий. Там одних этих уровней спиральной динамики восемь, то есть там очень много еще говорить есть. Не знаю, может быть, ее и не начинать, может быть, ее сентября начать. Можно пожелание? Да, пожалуйста. Это тема такая обширная. Да. Может быть, разлучить на словах или в рассылке. Прием с тема в рассылке. Что люди получат от этого? Да, познакомиться можно вон… Есть… У меня перевод статей на лидере 3050, как-то исправили, не знаю. Какого-то… Что это такое, ее можно… Познакомиться можно. То есть там просто прелесть… Суть-то в том, что тема-то она новая, она глобально новая. И здесь есть много чего обсудить. Много чего обсудить, о чем поговорить, что реальнее, как в жизни, увидеть эту… То есть попользоваться этой моделью. Это модель тоже… Это тоже модель. Это все модели. Это… Это не… Это не территория, не реальная жизнь. Реальная жизнь, люди, уникальность. Это же просто модели, удобные, эффективные модели классификации реальности. Хорошо, не знаю, что будет. В общем, я еще подумаю тогда, и все-все-все же рассылки получают, да? Да. Вот и на рассылке на сайте все будут тогда. Спасибо. А что за восьмую тему вы хотели сделать? Восьмой навык, а тут какой? Не знаю. Вот я книжку решит, я ее даже не открываю. Я не знаю, потому что это недавно появилось. Ну, что-то там такое. Даже… Это уже примерно как там… Что-нибудь там… Гарри Котра 2, Гарри Котра 3, Гарри Котра 4… Примерно из этого, из этой сети… Бабки закончились, да и все. Ну да, примерно так. Слышите? Одним архивом, тут системы науков выложили? Осталось больше восьмой. Одним архивом? Да. Сергей, Сергей пускай. Сейчас Сергей будет самостоятельно заниматься. Ну и пачкать, чтобы не дергать его. Сергей, слышали, да? Чтобы презентажки выложить, а я на пачке. Уже все выложено давно. Подходите, записывайтесь. Я к чему сказал, что надо просто всем подойти и записать мне печатными буквами e-mail на листочек. Все, все. И в листочке оставить, да? Нет, e-mail запишите, пожалуйста. Давайте, то есть все, все, сдавайте данные Сергею, вот, и Сергею поможем. Все, огромное всем спасибо. Тогда до встречи.